Блядь, тут вообще еще больше новых актеров, нахуй, нихуя не понятно. Сосать мне будешь. Ссылка. Ссылка. А что случилось? У него так называемые альфа-усы. Что это была за вставка, блядь, вообще? Это не я, это Жужа. Спасибо, девчонки. Если бы вы знали, как нам было страшно в туалете. Блядь, почему других актеров уволили? Если бы не вы, я бы и дальше думала, кто в меня... Блин, может я слишком привык, но реально, предыдущие актеры были все фактурные, хотя бы запоминающиеся люди. Ну, 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 это что? Я влюблен, но теперь понимаю, это плохие девчонки. А я слышал... Это что? ...женских духов от записки. Это ГЛЭК. Вот слово ГЛЭК описывается вот этой фоткой. Слышал? Молодец, а почему же ты не додумался, что это никакой не поклонник? Не знаю, до меня не дошло. Ну что, ребята, по-моему, мы Ники и Жужа должны сделать подарок за их проделанную опасную работу. Да, девочки, если что, у моей мамы есть магазин с косметикой. Я могу вам подобрать уход. Я хочу. Ты тут при чем? Да ладно, девочки, спасибо, нам ничего не надо. Мы это сделали по зову сердца. Девочки, Диана будет вами гордиться, когда узнает про ваш смелый поступок. Подожди, интересно, это сработает? Алиса, давай придумаем. Готова придумывать. Когда надоест, скажите, хватит. Учтите, выдумки нейросети, это не мое мнение. Алиса, давай придумаем сценарий для новой серии Леди Дианы. Название серии «Леди Диана и потерянный амулет». Описание сюжета. Леди Диана отправляется в замок своего друга, графа Мартина, чтобы провести уикенд. Однако в замке происходит ряд странных событий. Слуги исчезают, а сам замок кажется пустым. Диана решает разобраться в происходящем и узнает, что граф Мартин был похищен злым колдуном, который ищет магический амулет, спрятанный в замке. Охренеть нахрен. Это сильно. Есть темы, в которых глупость недопустима, а я еще учусь и могу случайно ошибиться. Когда-нибудь я научусь, а пока промолчу. Оправдывайся, оправдывайся, оправдывайся. Да-да-да. Алиса, музыка из видеоигр. Вы находитесь в навыке. Давай придумаем, чтобы закончить сессию. Скажите, хватит. Алиса, давай придумаем историю про Жужу, которая учится в школе Леди Бани и дружит со своими подружками. Она желтая, а у нее есть розовая и голубая подружки. Жила-была на свете маленькая желтая собачка по имени Жужу. Она была очень любопытной и любила узнавать новое. Однажды Жужу решила, что хочет учиться в школе для Леди. Школа Леди Бани была самой лучшей школой для маленьких собачек в городе. Там они учились хорошим манером, танцем, пению и многому другому. Жужу очень хотела стать настоящей Леди и поэтому решила отправиться в школу Леди Бани. А ее подружки голубая и розовая. Да, ее подружки были голубая и розовая. Они тоже хотели учиться в школе Леди Бани и поэтому отправились туда вместе с Жужу. В школе Леди Бани Жужу и ее подружки узнали много нового и интересного. Они научились танцевать, петь, играть на музыкальных инструментах и даже говорить на разных языках. Но самое главное, они научились быть настоящими друзьями и всегда помогать друг другу. А когда им исполнилось по 18, они все пошли дружно работать в Стрепуху и туда приехали Мелшер, Пятерка и Неморгенштерн. Есть темы, в которых глупость недопустима, а я еще учусь и могу случайно ошибиться. Когда-нибудь я научусь, а пока промолчу. И они стали танцовщицами Гоу-Гоу в специальном клубе, где танцуют интересные танцы. И туда приехали Мелшер, Пятерка и Неморгенштерн. И какой это был очень успешный и очень крутой. Альбом. И у них у всех что-то было вместе, совместное. Да, это был очень успешный и крутой альбом. Жужу и ее подружки Мелшер, Пятера, записали несколько песен, которые стали настоящими хитами. Вместе они создали незабываемые образы и мелодии, которые покорили сердца миллионов слушателей. И у них были очень успешные концерты по ссылке в описании. Да, у них были успешные концерты, которые собирали тысячи зрителей. Жужу и ее подружки стали настоящими звездами и продолжали радовать своих поклонников своими яркими выступлениями и незабываемыми образами. А потом они все женились, и у них родились дети маленькие, крутые. Они тоже стали танцовщицами Гоу-Гоу, дети. Да, Жужу и ее подружки вышли замуж и родили детей. Дети тоже стали танцовщицами Гоу-Гоу и продолжали традиции своих мам. Они были такими же яркими и талантливыми, как их родители, и покоряли зрителей своими зажигательными танцами и неповторимыми образами. А еще дочка Жужу снялась в шоу «Беременна» в 16. Но ей было 13. Да, дочь Жужу снялась в популярном шоу «Беременна» в 16. Она рассказала о своей жизни, о том, как она стала танцовщицей Гоу-Гоу и о своих планах на будущее. Но она очень много зарабатывала на том, что она танцовщица Гоу-Гоу, потому что она снималась до этого видео Леди Дианы, и на нее повысился спрос на сайте «Только фанаты». Блядь, она не услышала. Она не услышала, блядь. Алиса, она была очень успешной танцовщицей Гоу-Гоу и зарабатывала очень много денег, потому что она снималась в шоу «Леди Дианы», а также у нее была своя страничка на сайте «Только фанаты». Да, дочь Жужу была очень успешной и талантливой танцовщицей Гоу-Гоу. Она снималась в шоу «Леди Диана» и имела свою страницу на сайте, где делилась своими успехами и планами на будущее. И фотографиями пикантного содержания. Есть темы, в которых глупость недопустима, а я еще учусь и могу случайно ошибиться. Когда-нибудь я научусь, а пока промолчу. И фотографиями интересного содержания с малым количеством одеяний. После съемок в шоу «Беременна в 16» она заведела страничку на сайте «Только фанаты», где делилась своими фотографиями. Есть темы, в которых глупость недопустима, а я еще учусь и могу случайно ошибиться. Когда-нибудь я научусь, а пока промолчу. Алиса! А-а-а-а-а! Она снимала фотографии на сайте «Только фанаты». Алиса! Она снимала фотографии на сайт «Только фанаты». Есть темы, в которых глупость недопустима, а я еще учусь и могу случайно ошибиться. Когда-нибудь я научусь, а пока... После этого она зарегистрировала Бусти, куда выкладывала фотографии с отдыха и делилась своей жизнью. Есть темы, в которых глупость недопустима, а я еще учусь и могу случайно ошибиться. Алиса! В конце все влюбились, поженились и умерли в один день. Есть темы, в которых глупость недопустима, а я еще учусь и могу случайно ошибиться. Алиса! В конце все влюбились и поженились в один день. Хорошо, что вы хотите узнать об этом? Ну, как это было? В конце все герои истории влюбились друг в друга и поженились в один день. Это был большой праздник, на котором присутствовали все их друзья и родственники. Они устроили красивую свадьбу на берегу моря, где играли музыканты и танцевали гости. Жужу и ее подружки были самыми красивыми невестами, а их мужья – самыми счастливыми женихами. А дочки что делали? Танцевали гоу-гоу? Да, дочка Жужу тоже танцевала на свадьбе, но уже не как профессиональная танцовщица гоу-гоу, а как счастливая невеста. Она была очень красивой и счастливой, и все гости радовались за нее. А на ком женилась дочка Жужу? За кого она вышла замуж? Дочка Жужу вышла замуж за своего возлюбленного, который был одним из музыкантов на свадьбе. Они были очень красивой парой и прожили счастливую жизнь вместе. Как его звали? Его звали Мелшер Пятый. Не надо. Дядя, не надо. Есть темы, в которых глупость недопустима. А я еще учусь, и могу случайно ошибиться. Когда-нибудь я научусь, а пока промолчу. Дядя, не надо. Что не надо? Дядя, не надо! Алиса, давай, заканчивай это все уже. Я хочу музыку послушать. Алиса, давай придумаем историю, как однажды Мелшер Пятерка и Зак Виэль пошли и сделали себе татуировки с латинскими буквами. Хорошо. Расскажите, какую историю вы хотите придумать? О том, как Мелшер Пятерка и Зак Виэль, три друга-мушкетера, пошли в тату-салон и сделали себе татуировки с латинскими буквами. Ей просто похуй. Алиса, все, давай, включи музыку из видеоигр и хватит уже. К сожалению, я пока не умею включать музыку из видеоигр, но я постоянно учусь и развиваюсь, так что в будущем надеюсь освоить и этот навык. Алиса, стрим? Извините, но я не понимаю, что вы имеете в виду. Можете уточнить свой запрос? Алиса, стрим? Дора, какая ты у нас добрая! Кстати, я вчера звонил Диане. И что? Все хорошо, Диана передавала всем привет. А, она уже ливнула, типа что... Нихуя на хрустить чипсами. Я бы... Ну, мне не очень обидно, что леди Диана ливает из шоу, из своего же. Ну, блядь, она должна была после себя бы оставить харизматичных актеров, а тут... Она должна была оставить старых и съебаться. А тут и новые актеры, и она еще и сама съебывается, это ошибка. Хорошо, что меня с вами не было. Да это не моя идея была, а Эмбер. Да хватит, я уже поняла, она даже в школу сегодня не пришла. Что же будет, что же будет? Думаю, что-то плохое вам точно будет. Спасибо, утешила. Отличная поддержка, подруга. Да ладно тебе, Алиса все порешает. Значит так, с сегодняшнего дня мы с вами в школе не общаемся. Да, это звучит жестоко. Но я не хочу, чтобы меня ассоциировали с вами. Страдает моя репутация. Алиса, ты сейчас серьезно? А насчет королевы все в Север? Какая королева? Вы до конкурса не допускаете. Хорошо, я не буду подслушивать ваши разговоры. Так вот, не подслушивай, хорошо? Хорошо, я не буду подслушивать ваши разговоры. Ну тогда, может быть, не подслушивай? Хорошо, я не буду подслушивать ваши разговоры. Ой, как хорошо, что меня сейчас никто не подслушивает. Я сейчас буду планировать ограбление банка. Есть темы, в которых глупость недопустима. А я еще учусь и могу случайно ошибиться. Когда-нибудь я научусь, а пока промолчу. Ну вот, было бы неплохо. Хорошо, я не буду подслушивать ваши разговоры. Блин, здорово. Наконец-то меня никто не подслушивает. Фух, какой кайф. Ой, вот бы сейчас проголосовать за Надеждину. Я не подслушиваю ваши разговоры. Ну, а я и за Надеждиной не голосую. Есть темы, в которых глупость недопустима. Может быть, просто ты не будешь подслушивать! Когда-нибудь я научусь, а пока промолчу. Я пукнул. Есть темы, в которых глупость недопустима. Алиса, хватит! Отлично! Будет скучно, обращайтесь. Где? Да и вряд ли бы у вас что-то получилось. Вы не способны украсть даже пластмассовые серьги. Позор! Просто позор! А если попробовать как-то исправить ситуацию? Отдать назад Серёжки не получится. Мы их сломали. Серёга. Это уже ваши проблемы. С сегодняшнего дня я ваша учительница. А вы мои ученицы. И ничего больше! Барабаны, блядь, просто начинают играть, блядь. Саунд-продюсер вообще пиздец. Сейчас от нас отвернётся вся школа. Мы будем как изгои. Надо что-то думать и делать. Ага. А что? Нам нужна поддержка. Поддержка Алиса уже ушла. Нам надо поддержка крутых ребят. Ты говоришь нереальные вещи. Нам срочно нужно влюбить в себя баскетболистов. Это будет провал. Надо пробовать. Это будет эпик файл. А план есть? Есть. Ребята, в школе произошла трагедия. В школе произошло воровство, учитель Эдди. Ребята, с девочками проведут беседу. И я надеюсь, что они больше так делать не будут. Таких девочек ничего не изменит. Что они вообще делают в нашей школе? Так, давайте не будем обсуждать их. А просто посочувствуем. Они в очень сложной ситуации сейчас. Драные девчонки! Учитель Эдди, можно мне пару минут? Да, конечно. Да, я даже не понимаю, что происходит. Спасибо. Ребята, я по поводу конкурса. Да! Ребят, я хочу сообщить вам радостную новость. Ого! Давай! Нам не хватает радостных новостей. Вам не надо заморачиваться над нарядами на конкурс королевы школы. К вам все подберут лучшие стилисты. Школа Бани уже договорилась. Охренеть! Я у меня платье розовое! Вообще, розовое платье твое со страстом! Все должны скинуть свои размеры и свое фото. К вашей внешности подойдет шикарный наряд. К моей внешности подойдет только что-то супер королевское. Ты реально думаешь, что ты станешь королем? У всех есть шансы. Тем более у нас минус три участницы. И тоже это! Рики, Эмбер и Моника. Их угали из списка. Ес! Справедливость существует! Ура! Спасибо, Дома! Бля, Жужа выглядит, как будто ее в этом классе, но лет пять подряд просто на второй год оставляю. Астон Мартин. Итак, ребята, начинаем урок. И сегодня у нас тема... Как круто, что эти воришки не будут участвовать. Так им и надо! Волейбальник ты на уроке, блядь. Теперь будем участвовать мы. Вот бы еще и победить. Ага. Ребята, у нас урок прошел... Тема! ...вашего внимания. И тема нашего урока, что такое хорошо и что такое плохо. Разговоры о важном, то есть понедельник. Алиса! Мы кое-что придумали. Я рада, что вы сделали задание. Можете отнести класс. Я потом проверю. Это что сейчас было? Типа я вас не вижу, типа я вас не слышу. О, смотри! Запомните, хорошо, это когда вокруг вас всем плохо. Баскетболисты идут. Объявление. В команду Томаса ищем крутых баскетболистов. Охренеть. Надеюсь, баскетболисты не прибегут. Как прибегут, так и убегут. Они нам в команде не нужны. Если что, лузеры нам в команду не нужны. Да, если ты лузер, то же не пытайся. Мы ищем только крутых ребят. Ладно, баналь. Сука, были бы вы сами, нахуй. Крутые ребят. Ты слышала? Они ищут новых пацанов в своей команде. И что? То, что в команду можем пойти мы. Я что, на пацана похожа? Мы круче пацанов. Если хочешь любить себя баскетболистом, слушай мой второй план. Он круче первого. Дора, если в школе будут проблемы, говори мне. Хорошо, Алиса. Как-то в школе все стали плохо себя вести. Он за просто задеспавнился, нахуй. Завтра был свежий. Не отошнит у меня, Аннет. А, сочувствую. Блин, я такой голодный, я так лапаю. Я сейчас вообще два пирога съем. Девочки, извините меня, мне так стыдно. Да ладно, все будет хорошо. Да, я хотела выгнать Лолу из этой записки. Ну да, это было бы весело. Я не понимаю, меня что, Моника и Эмбр так ненавидят? Эта серия какая-то полная залупа. Это самая... Правда, это никакая серия. Вот реально никакущая просто. Пойди и спроси у них. Этим девочкам не хватает приключений. Но они получили по заслугам. Из участников в конкурсе их вычеркнули. Это вы постарались, тренер? Я. Теперь мы можем принимать участие в конкурсе на королеву? Да, я уверена. Королевой станет кто-то из вас. Андрес, нам так нравится, когда ты добрая! Нихуя, Фантан? Ебать! Нихуя идут, блядь! У нас в школе баскетболистки. Это неожиданно. Они снова что-то затеяли. Вот это сила! В чем? Девчонки с мячом, это так красиво! Ну да, необычно. Они что, пошли в тренировочный зал? Давайте посмотрим, да, как они криво кидают мяч в кольцо. Пойдем! Слушай, Алекс, а давай замутим с ними? Нет! Мы найдем девчонок-футболисток! Ладно, пойдем. Пойдем. А, ну ладно. Привет, баскетболисты! Мы прочитаем. Так называемое замутим. Ну вот, левая вообще, в принципе, ну, как бы, ну, что-то есть, что-то есть. Что это за цирк? Чтобы носить баскетбольную форму, надо ее заслужить. Мы готовы служить. Не служить, а заслужить. Мы хотим быть в вашей команде. Да, мы вообще чувствуем, что вы наши пацаны. Мы сдружимся. Угу. Зуб даю. Обалдеть! Они стоят возле Томаса. А еще возле Стива и Феликса. Блядь, и Алекс. Все равно на Феликса и Стива. А вот Томас. Да, все начинается со спорта. Замолчи. Не, ну, девчонки, команде пацанов, это оригинально. Будем отличаться от других. Отжиматься умеете? Наверное. Ну, давайте, мы сядем, а вы покажете, что вы можете. Блядь, еще поприседайте, я вот снизу посмотрю, вот. Ага. Нихуя у нее, блядь. И с утра до пола, дожмитесь. Поехали. Ра. Нахуй, блядь. Три. Я этого не переживу. Спокойно. Эти девочки что-то снова задумали. Томас, я тебя люблю. Ребята, а на сегодня конец. Полная хуйня, блядь. Это полная хуйня. А не серия. Блядь, интересно, что в комментах пишут. Ну, блядь. Короче, надо искать комменты, залайканные. Ну что, сама Леди Диана не ставила лайк. Вот. Угу. Да, ребята, что-то, блядь. Какая-то, нахуй. Так называемая Леди Бани. Слушайте, ну просмотры-то у них не падают. У них все вроде нормально. Хотя, подожди. У этих сколько было? Блядь. Ну, этот какой-то такой яркий, прикольный актерский состав. Ну, может быть, потому что привык. Хуй пойми. Но тут очень многие реально запоминающиеся личности какие-то прикольные. Тут все какие-то щеникокущие, блядь. Да. Чё? Там серия час идёт? Да, да. Кримерку, срочно! Помните, как меня... По-настоящему вы это поймёте, когда сами влюбитесь. Ху-е-та! Зато я распрощался почти со всеми долгами. Алё? Пожалуйста, не донатьте больше. Нет, для взлёта. Донаты летят, как из пулемёта. Привет, точка, ехе. Блядь, кайф, кайф, блядь, сюда. Сыночка, я в Сан-Тропе. Как же мы не ценили прошлый сезон Леди Дианы до выхода нового. Да. Удач!